Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы продолжим разговор о книге пророка Исаии Иерусалимского, обратимся к 10 главе. 10 глава кажется огромной, настолько много разных, разных именно и очень важных вещей мы обнаруживаем в ней. В частности, начинается 10 глава вообще текстом в нескольких строках, который, конечно, должен был бы остаться в 9 главе. Она относится к той же самой стихотворной форме, но по случайным причинам оказался этот текст в 10 главе. Там, выше, в предыдущей главе, Бог говорил о том, что вот в народе Божьем, в Израиле, в Северном Царстве, процветает обман, несправедливость и насилие, и все это проникло, эта ржавчина до самой глубины. И вот Бог будет выжигать это, и не остановится рука его. И здесь вот мы видим горе тем, которые постановляют несправедливые законы и пишут жестокие решения. И когда читаешь эти слова, удивительным образом хочется убедиться, а знают ли об этом, слышат ли это современные люди. Потому что, ну мы же не будем делать вид, что наше законодательство идеальное и во всем справедливое. Да кто-то ведь пишет несправедливые законы и жестокие решения. И мы одобряем это. Обратите внимание, что здесь на самом деле, хоть Бог и говорит горе тем, которые принимают несправедливые законы и пишут жестокие решения, но это горе распространяется на всех окружающих. Не выборочно царьков одного за другим, которые там напостановляли мерзкие и несправедливые законы, не их выборочно выхватывают, а бедствие постигает всю землю целиком, всю страну целиком. Вот что очень важно тоже нам с вами понимать. Не только мы сами отвечаем за свои действия и за свой нравственный выбор, но и все, кто живет рядом с нами, все, кто нам дороги, тоже отвечают за нашу подлость, если мы ее себе позволяем. Вот горе тем, которые пишут жестокие решения, чтобы устранить бедных от правосудия, похитить права малосильных, вдов сделать добычей и ограбить сирот. И дальше Бог говорит, что вы будете делать в день посещения, когда придет гибель издалека? И вот здесь выражение день посещения на самом деле, конечно, двусмысленное. Первый смысл – это тот день, когда придет царь Ассирийский. А второй смысл тоже неизбежный – это день посещения, в котором Бог посетит народ свой. Что вы будете делать в день посещения? Кому? Прибегните за помощью. И вот Господь говорит, без меня согнутся между узниками и падут между убитыми, и при этом не отвратиться. Гнев его, рука его еще простерта. Бог говорит о том, что некому обратиться за помощью, некому прибегнуть. И поэтому гибель ожидает всех этих людей, построивших свою жизнь и личную, и общественную, и политическую, и экономическую, и любую, построившую свою жизнь на культе силы. На культе силы и неправды. Дальше с 5 стиха начинается следующее пророчество, где Бог говорит о том, что «Ассирия – жезл гнева моего, и бич в руке его – это и есть мое негодование». Гнев Божий, негодование Божье на несправедливость, неправду и насилие человеческой жизни – вот это все выражено в ассирийцах. Они не просто так сами по себе и, может быть, даже не потому побеждают, что они какие-то накопившие крупные военные резервы, а потому что в этом проявляется негодование Божье. «И я пошлю его против народа нечестивого, и против народа гнева моего дам ему повеление». Значит, действуют они, потому что такова воля Божья, потому что, как выше уже объяснял Бог через пророка, этот народ погряз в беззаконии, жестокости, лжи, кровопролитии, и поэтому вот против народа гнева моего дам ему повеление. У него будет на сердце разоить и истребить, разоить и истребить. И дальше, смотрите, Господь говорит, «Не все ли цари князья мои имеется в виду, что так скажет ассирийский царь? И всех я разрушил, и Самариев, и Кархимиш, и Дамаск, и разве с Иерусалимом не то же самое сделаю?» Таким образом, речь идет о том, что войска ассирийского царя не ограничится только Сирией и Израилем, северным царством, но и к Иерусалиму приступит, потому что нравственная сторона жизни в Иерусалиме, в общем, примерно такая же. Бог, знаете, если хотите, Бог смотрит не на политическую карту, а на нравственный ландшафт. И поскольку с травственной точки зрения, что Самария, что Иерусалим, невелика разница, и к Иерусалиму приступит этот ассирийский царь. И вот, и когда Господь все это совершит, скажет, посмотрю на успех надменного сердца царя ассирийского, который говорит, что это я там все это достиг, победил и так далее. И вот удивительные, поэтичные, на самом деле, слова Исаия говорит об этой наглости, гордыне ассирийского царя, да, который украшает себя фанфарами, погонами, не знаю, там, медалями, орденами. Величается ли секира перед тем, кто рубит ею? Пила гордится ли перед тем, кто двигает ее? Вот здесь прямо квинтэссенция этой позиции, что на самом деле действует-то Бог, а царь ассирийский не более самостоятельная фигура в руках Божьих, чем пила в руках того, кто ею пилит. И разве жезл восстает против того, кто поднимает его? И дальше удивительные совершенно вещи. Пророк говорит о том, что вот эта гордыня ассирийского царя тоже не останется незамеченной, не останется безнаказанной, если хотите. Вот. Свет Израиля будет огнем и святой его пламенем, которое сожжет и пожрет терния и волчцы ассирийского царя в один день. Свет Израиля, святы его, тот, кто принесет в Израиль свет Божий. Оказывается, все это время, весь этот текст, начиная с, по меньшей мере, начиная с 8 главы, а то и с начала 9 главы, речь шла о том, что чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, святы, свет Израиля, вот этот некто, помазанник Божий, вот он существует, и он, как скала, об которую разобьется и ассирийский царь тоже, все те ужасы и бедствия, которые волнами натекают одно на другое, да, в святой земле, все это разрушается об твердыню того, кто свет Израиля. И дальше пророк говорит, в тот день остаток Израиля и спавшиеся из дома Иакова не будут более полагаться на того, кто поразил их, то есть на этих всех там царей, в том числе и ассирийского, но возложат упование на Господа, святого Израилева, чистосердечно. Там еще в седьмой главе, когда речь шла о знамении, которое отказывается просить царь, о хас, о знамении, которое дева в очреве примет, родит сына и наречет ему имя Эммануил, да, вот речь шла о том, как доверять, как полагаться на Бога, и вот Господь говорит о том, что все-таки будет остаток, и после всех катастроф военных этот остаток сможет полагаться возложить упование на Бога, и это будет поворотным моментом в судьбе народа Божьего. Остаток обратится, остаток к Богу сильному. И при этом пророк очень с большой скорбью говорит, что если бы даже народу было у тебя сколько песка морскага, только остаток обратится. Только остаток обратится. Истребление определено изобивающей правды. И очень странное выражение. О чем же, собственно, идет речь? Вот смотрите, остаток обратится, только остаток, потому что есть правда Божья, и перед изобилующей правдой Божьей слишком много в человеческой жизни неправды, пустоты и преступления. И поэтому истребление действительно становится определенным. Определенное истребление совершит Господь Саваоф по всей земле. Очень страшные слова. Очень страшные, потому что, ну, хочется же услышать, что Бог будет истреблять, но тебя не тронут. А Бог говорит, все зависит от правды. От правды. В твоей жизни изобилует правда или нет? Если она есть, и она действительно изливается через край, тогда вот этот остаток обратится. А все, в чем нет изобилующей правды, будет истреблено. Еще раз надо повторить, да, это пугающие, это страшные слова, жуткие. И разнообразные любители атеизма как раз и предпочитают не верить Богу, лишь бы не судиться по мере этой правды. Вот, но тем не менее, никуда ты от этого не денешься. И вот Господь говорит, народ мой, живущий на Сионе, не бойся о Сирии, она тебя поразит, трость свою поднимет на тебя, но еще немного и пройдет мое негодование. И ярость моя обратится на истребление их. Бог говорит о том, что то, что он совершает, то, что происходит через этих ассирийцев жутких, действительно, надо сказать, совершенно была чудовищная такая военно-фашистская держава, да, прославившаяся уровнем жестокости, насилия, пыток и кровожадности. Да, вот, но Бог говорит, что еще немного, и я остановлю их, я их, ярость моя обратится на истребление их. Бог действует для того, чтобы, ну вот хоть чуть-чуть, остаток небольшой был очищен, и тогда все, что угрожает жизни этого остатка Израиля, все это будет уничтожено и истреблено. И тогда ермо снимется с шеи Израиля. И вот Господь говорит, что в тот день величающиеся ростом будут срублены снова и снова. Речь идет о том, что гордыня, хвостовство историческое про свое величие, достижение мнимое, если только это не достижение правды, если только это не достижение любви к ближнему, а достижение в жанре вставания с колен и величия, и силы. Вот все это будет порушено, потому что люди призваны доверять водам тихим, как в Силаме, как было сказано в предыдущей главе. Люди призваны обратиться к святому Израилеву. Продолжение следует...